Здравствуйте, меня зовут Тигран Константинович Макртычев, я директор Государственного музея искусств Республики Каркопокстан имени Игоря Витальевича Савицкого. Прежде всего, я хочу поприветствовать участников Второго Международного Самаркандского туристического форума. Я очень люблю Самарканд, первый раз я оказался в этом городе в 1976 году. Сейчас я люблю этот город чуть меньше, потому что город утрачивает часть своей идентичности и продолжает постепенно терять. Но мне кажется, что собравшиеся, ну и как все любители, как все знатоки и профессионалы, кто понимает в культурном наследии Узбекистана, должны сделать все, чтобы Самарканд по-прежнему сохранил свое очарование древнего города. Я хочу сказать несколько слов о музеях Узбекистана и о том, как туристические компании, туроператоры могут изменить свое отношение к музеям. Ну, прежде всего, конечно же, музеи Узбекистана, у меня нет статистики, я думаю, что их более 40, они самые разные, это и художественные музеи, здесь и, конечно же, Нукутский музей, директором которого я сейчас являюсь, и Музей изобразительных искусств в Ташкенте. Есть целое направление, связанное с музеями истории, и, конечно, прежде всего, это музей истории в Ташкенте, и Трмерский археологический музей, это вот два таких основных музея в Узбекистане, вокруг которых, ну и, конечно, Самаркандский, безусловно. Кроме того, здесь можно добавить еще и Шахрезябский музей, заповедник, тоже сам по себе обладает очень интересной археологической исторической коллекцией. Мне бы хотелось отдельно выделить музей прикладного искусства в Ташкенте, который расположен в доме Половцева, и который сам по себе издание представляет большой исторический интерес. И коллекция, собранная в этом музее, тоже, так сказать, привлекает внимание, может быть, частью большого интересного рассказа. В Узбекистане есть особое направление в музеях, это то, что называется архитектурные ансамбли, музеи-заповедники. Ну, конечно же, это Самарканд, Бухара, Шахрезябс, отчасти Термес. И здесь остается только говорить о том, что самая большая проблема этих музеев-заповедников – это реставрация. Ну, и есть еще одно направление очень интересное, о котором не следует забывать – это мемориальные музеи. В Узбекистан богат на художников, богат на поэтов, писателей, судьбы которых могут стать предметом интересных рассказов. И вот, если говорить о музеях как музейщик, то мне, конечно, следовало бы говорить о проблемах. Но это не является темой нашего сегодняшнего разговора. Мы поговорим о том, что для вас, как туроператоров и представителей туриндустрии, наиболее интересны в музеях Узбекистана. И прежде всего, конечно же, это коллекции. Если у нас мы можем сказать о том, что, например, в музее прикладного искусства как и коллекция, так и дом представляют интересы, исторические интересы, могут стать предметом для рассказов. Мы можем говорить о том, что у нас есть архитектурные ансамбли, как в Бухаре, Бухарский архитектурно-художественный музей-заповедник, где здание самого, так сказать, арк – это, безусловно, историческое сооружение, которое само может привлекать внимание. Но, к сожалению, и экспозиция, и большая часть арка, которая недоступна для посетителей, создают большие, в общем-то, вопросы. Возникает больше вопросов в отношении этого музея. Ну вот, возвращаясь к теме, которая вам интереснее, мне хотелось бы, что вы представляли себе, что основную ценность в музеях Узбекистана представляют сами коллекции. И в этой связи, мне кажется, что делать обзорные экскурсии по музеям – это уже вчерашний век. И, конечно же, я понимаю, что, в общем-то, вы можете голопом по Европам рассказать о той или иной экспозиции, представленной в том или ином музее. Но мне кажется, что более интересно и более конкурентно, выгодно для вас было бы сосредоточиться на каких-то темах. И эти темы дают сами материалы, хранящиеся в этих музеях. Ну, давайте возьмем самый простой пример. Вот если мы говорим о том, какие темы можно взять, то, конечно, ну, например, если мы берем музей истории, то связанные с археологическими материалами, то очень часто в большом количестве представлены асуарии. Ну, что это? Это погребальные контейнеры, которые связывают с зороастризмом. И здесь начинается мифологизация зороастризма в Средней Азии. При том, что если мы будем говорить, так сказать, с академической точки зрения, то, конечно же, если вспомнить, что зороастризм – это ираноязычная, иранская религия, то в самом Иране асуарев нет, просто не существует. И вообще, так сказать, зороастризм в Средней Азии – это местная разновидность зороастризма, о которой следует говорить отдельно и не переносить. В целом, безусловно, это было сильное влияние Ирана, это было, безусловно, все это некая разновидность зороастризма, но это не был зороастризм в том чистом виде, о котором принято говорить среди туроператоров и, значит, эгидов. Очень интересная тема, о которой я мог бы говорить тоже очень долго – это буддизм. И вокруг буддизма тоже существует большое количество разных мифологических историй в туриндустрии. Но это, в принципе, как бы мы можем выделять, что это как история буддизма, как сначала этика философского учения, а потом религии. Это может быть тема распространения буддизма на территории Средней Азии. И это может быть тема буддийского искусства в Средней Азии, что само по себе тоже очень интересно. Есть огромная литература, и это все создает именно как раз возможность говорить о каких-то конкретных интересных вещах. Не менее важно для нашего региона, для региона Узбекистана, это ислам и отношение ислама к изобразительному искусству. И здесь, опять-таки, частенько приходится услышать об иконоборчестве ислама, о том, что в исламе было запрещено изображение живых существ. Но если мы посмотрим на академическую литературу, то мы найдем десятки, если не сотни, конечно, нет, десятки статей, в которых рассматривается эта проблематика, где говорится о том, что в Коране нет запретов на изображение живых существ. Хадисы говорят о том, что художник должен в какой-то момент, если он захочет изображать живые существа, он должен в день Страшного Суда передать этим живым существам часть своей души. И если художник готов к этому, то, значит, пожалуйста, можешь изображать. Но и в целом ислам, как такая наиболее отточенная моноцистическая религия, она не предполагает сопоставления человека и Творца. И вот эта вот большая разница между человеком, который пытается, создавая изобразительные вещи, значит, антропоморфные, зооморфные вещи, уподобляться Богу, вот это вот самая основная проблема, которая существует в исламе, между в исламе и изобразительным искусством. Если мы будем говорить об изобразительном искусстве в музеях Узбекистана, то, конечно, прежде всего мне хотелось бы отметить о том, что вообще сама станковая живопись в Узбекистане – это сравнительно недавнее явление, появившееся примерно около чуть более ста лет тому назад. И сама по себе эта тема представляет большой интерес. Выбрать отдельного художника, выбрать несколько тем, о которых можно было бы рассказать. Задача не рассказывать в целом о музее, задача рассказать о какой-то конкретной теме, о каком-то конкретном предмете, группе предметов. И вот для того, чтобы вот то, о чём я вам сейчас всё рассказал, вот эту вот сказку «Сделать былью», мы, то есть наш музей, музей искусств Республики Каракалпакстан имени Игоря Витальевича Савицкого, предлагает такой продукт для как туристических компаниям, так и отдельным туроператорам. Мы предлагаем вам пройти обучение и получить сертификат на право проведения экскурсий по экспозициям и выставкам нашего музея. Для получения сертификата необходимо сдать экзамен музейной комиссии на знание истории музея, работ, выставленных в экспозиции, экспонируемых выставок. Экзамен будет проводиться в очной форме. Экзамен предполагает, первое, проведение обзорной экскурсии по музею, второе, ответы на вопросы музейной комиссии по художникам, представленным в экспозиции декоративно-прикладному искусству Каракалпакстана и археологии Приоралья. В рамках подготовки к сдаче экзамена музей проводит онлайн-обучение в виде цикла из восьми лекций. Этот цикл включает следующие лекции. Игорь Витальевич Савицкий и история музея, характеристика коллекции музея. Вторая лекция – искусство и материальная культура Приоралья в древности и средние века. Третья лекция – декоративно-прикладное искусство Каракалпакстана в собрании Нукусского музея. Четвертая лекция – художественные течения в скобочках «Измы» в собрании Нукусского музея. Пятая лекция – художественное объединение России в истории изобразительного искусства первой половины XX века по материалам собрания Нукусского музея. Шестая лекция – туркестанский авангард. Седьмая лекция – Каракалпакстанская художественная школа изобразительного искусства. И восьмая лекция – выставки и сменные экспозиции в Нукусском музее. Лекции будут читать доктор искусствоведения Макртычев, кандидат исторических наук Октябрь Доспанов и заведующие нашими отделами Айгуль Перназарова, Ирина Петрушина и Мергуль Ерикеева. Продолжительность одной лекции – час-пятнадцать минут. Обучение будет проводиться в течение восьми рабочих дней. Сертификат представляет собой именной документ, который дает право самостоятельного проведения экскурсии в музее. То есть вы в дальнейшем получите право проведения самостоятельных экскурсий в музее. Обладатель сертификата оплачивает музею только 30% от стоимости экскурсии в музее. Сертификат действителен с момента получения в течение двух лет. У нас есть уже определенная стоимость экзамена. И надо сказать, что мы предполагаем, что наши обучающиеся заключат с нами договор. И обращаем внимание, что сертификат дает право только на проведение экскурсий по экспозициям и выставкам. Организация других видов услуг – экскурсии по фондам, проведение мероприятий в музее и прочее – требует специальной договоренности с администрацией музея. В настоящий момент мы предлагаем вам эту форму обучения, получения сертификата и рассчитываем, что вот эта наша инициатива будет подхвачена другими музеями Узбекистана. Так как, с одной стороны, мы вам предоставляем такую возможность самим реализоваться себя, показать себя как знатока искусства, археологии, декоративно-прикладного искусства. Безусловно, на базе тех знаний, которыми мы располагаем, используя собственные знания. И это вам даст конкурентные преимущества по сравнению с другими туроператорами или другими туристическими фирмами. Вы сможете сами составлять внутри музея свои какие-то программы, делать какие-то свои особые наблюдения. И для вас это будет та часть, что сделает вашу фирму, вас как туроператора, эксклюзивным продуктом. Мне хочется сказать, что наше сотрудничество с Самаркандским туристическим форумом, я уверен, будет продолжено. И мне очень жаль, конечно, что мне не довелось лично присутствовать на этом форуме. Но я уверен, что мое короткое выступление будет для всех вас очень полезно. Спасибо. Мы рассчитываем на ваши контакты, на наше сотрудничество. Спасибо.